Всем привет, вы на канале Вульфи и Нитрич, сегодня мы играем в Black Desert Mobile и задалась я таким вопросом А вот у нас есть две платные локации, куда мы максимум можем зайти там 10 раз в день, да, либо купить 10 цветочков в день И они имеют разный БС, и соответственно стоимость входа в эти локации тоже разная Сейчас наши стримы перешли и на платформу Трова, возможно кто-то слышал уже, если для кого-то слово незнакомое, то приглашаю вас познакомиться с этой платформой Там есть возможность разыгрывать боксы с разными подарками, и мы разыгрываем там шоп Но поскольку ни в БДМе, ни в БДО нельзя сделать подарки, мы подарки эти выдаем просто на карточку Даже если вы живете за пределами РФ, с помощью обменников все это можно будет передать Так что приходите на стримы, даже если вам БДО неинтересно поучаствовать в боксе и потом возможно выиграть и получить награду, я думаю мало кто откажется Ссылочку на Трова и все остальные полезные ссылки я оставлю в описании к видео Вот, чтобы не клацаться туда-сюда и было легче понимать, вот я совместила два скриншота по дропу В чем отличие? Первое отличие это БС, то есть сюда можно попасть при 17 тысяч БС, а в 18 лучше, да, и идешь сюда фармишь, 10 часов ставишь А во вторую локацию ты можешь зайти только когда у тебя будет минимум 29 БС, 29 тысяч Разница большая, плюс сюда, чтобы попасть, вот мы например в первую локацию на 18 тысяч Чтобы попасть, покупаем вот такие свиточки, каждый свиточек стоит 950 миллионов, почти миллиард Максимум в неделю можно купить 10 штучек Чтобы попасть во вторую локацию, тебе нужно купить еще 10 вот таких сфер хранителя Объединить их и получить 10 свитков для входа в другую локацию Но у этого свитка действия час, у второго свитка преобразованного 30 минут И вот когда я доросла до второй локации, задалась вопросом, стоит ли покупать вот это вот и идти туда Поскольку по дропу вроде бы как ясна разница, да, есть вещи, которые не падают в более маленькой локации И падают только в более взрослой локации Но эти все итемы спокойно выпадают на обычных спотах Сюда если и идти, то только ради вот этих вот свитков Советы Валкса на 100 и 50% А также ради вот этих вот книжек и лазурита Это то, что не падает на обычных спотах Как всегда, я решила сделать замеры Поскольку я интуитивно не могу никогда прочувствовать, ну знаешь как, пофармить на глаз и оценить Что значит на глаз? Это чисто субъективизм Поэтому работаем только с цифрами Я сделала замеры На первом уровне я простояла 18 часов На втором 9 Ну короче, кратное количество получается купленных свитков Просто я их апнула, да? Понимаешь мою логику? То есть я купила 18 вот таких вот свитков Потом купила еще 18 вот этих сфер И преобразовала их в 18 свитков второго уровня И которые равняются 9 часам фарма Все это естественно занесла в таблицу Заносила очень, так сказать, вот чтобы было понятно Делала скриншотики, чтобы было, знаешь, вот как говорится, потом пруфы предъявить Вот здесь вот у меня все записано, сколько это заняло часов И старалась одновременно параллельно делать То есть у меня гир немножечко рос, где-то что-то добавлялось Включался какой-то ивент Но я старалась, вот например, вот эти 2 часа отстояла Пошла, час постояла тут Тут 4, сюда пошла на 2 часа И как видишь фиксировала и опыт, и полностью весь дроп Что из этого вышло? А вышла вот такая табличка Давай сразу по порядку Вот сколько денег я потратила на вот эти 18 проходов То есть одна проходка 950 лямов, всего 17 лярда Так? Для того, чтобы пойти на 9 часов во второй уровень Мне понадобилось потратить в 2 раза больше Ну это логично, потому что мы покупаем один дополнительный свиток По итогу у меня получилось вот тут 18 часов, тут 9 часов Занесла всю информацию из вот этих скриншотов Занесла всю информацию вот сюда Потом сюда Здесь я просуммировала Итого Для удобства, чтобы было тебе понятнее, что это такое Да, по названию ориентироваться Вот я добавила иконочки И что получилось итого Вот здесь вот я дальше для удобства, скажем так, восприятия И твоего, и моего Разукрасила по цветам То есть вот это красненьким подсвечено то, что меньше Зелененьким то, что больше И, конечно же, вышло так, что во втором уровне Вышло и больше практически всего-всего-всего Поскольку сфера магии это, ну, слишком рандомный дроп Его падает, ну, очень редко, это прям по праздникам И выпало только в первом уровне Я не считаю, что это статистика То есть 27 часов фарма это, ну, для глобальной статистики маловато Поэтому вот сфера магии я не считаю Источник магии это вот тот самый итем, который не падает в первом уровне Падает только во втором Ну и дальше свиток печати реликвии, древней печати и бижутерии Это, так сказать, рандомный дроп Хотя, как видишь, вот тут у меня бижутерия выпала А тут вот так вот Ну и дальше монеты и опыт И ты уже, наверное, заметил, что опыта вышло здесь больше в первом уровне Причем намного больше Вот это во втором уровне мне насыпало Хочу заметить то, что у меня впритык БСа, да, то есть я мобов не шотаю Те, кто фармит с 35 тысячами, скорее всего, у вас будет другая статистика Потому что предполагаю, что я мобов, так как не шоты, убиваю меньше, чем, например, в первом уровне Но я сравниваю конкретно для себя Для ситуации, когда я доросла до второго уровня и задалась вопросом А стоит ли переплачивать или оставаться здесь в первом уровне Надеюсь, данная статистика поможет и вам тоже Тем, у кого меньше ГСа или тем, у кого чуть-чуть больше, чем у меня Тоже найти свой ответ Либо хотя бы просто проанализировать информацию И, может быть, она вам поможет в выборе И вот здесь вот я подвела такой, скажем, процент, да, на сколько вот это число отличается от вот этого То есть на 66% больше падает сундуков с лазуритом, на 20% сундук с хамнем Но, опять-таки, повторюсь, 27 часов это маленькое число для того, чтобы прям сказать, что вот это прям окончательные проценты Чем больше будет добавляться часов, тем, соответственно, процент будет меняться в ту или иную сторону Советы Валксов, как видишь, тоже аж на 50% больше нападало 100% аж на 70%, да, свитки опыта побольше Сундук хаоса тоже значительно больше Ядро, кристалл, узел теней Короче, все намного больше То есть вот это вот самое маленькое число Отличие это вот 19%, 19% и выше А по опыту получилось на 63% меньше И вот вопрос, стоит ли вот это число переплат в 2 раз? Ответим на вопрос, который я задала в начале видео В целом, если ты, например, уже точно имеешь 29 тысяч или даже 30 или 32-33, когда для тебя эти мобы легкие То, конечно же, стоит Потому что дальше тебе развивать БС стоит колоссальных усилий И лично я, например, вот сейчас уперлась в то, что без доната мне очень тяжело развиваться Потому что биржа не точится, камни не точатся, религии не точатся, ничего не точатся, ничего не падает А тем, у кого, например, 29 или там вот может быть чуть-чуть поменьше Сюда рваться пока нет смысла Пока вот до 30-31 тысячи Сюда смысла рваться нету Вы лучше за эти деньги купите там с аукциона какие-нибудь дополнительные свитки красные Поставьте их в реликвии Либо там что еще можно купить Печати какие-нибудь поставьте, чтобы бустануться А до тех пор формите первую сложность Вот Я, само собой, буду уже идти во вторую Поскольку хоть и не в 2 раза результат отличается Но, по крайней мере, вот эти вот 2 основных итема Они очень сильно нужны мне для прокачки ГСа Дальше, сундук хаоса с плюшками тоже 40% немаленькая разница Вот это вот тоже в 20% больше ускорения, да, прокачки ГСа Но и монеты тьмы тоже, в принципе, потом, чтобы за них взять розочки Точнее взять шлем поменять, скормить духу и получить розочки, чтобы делать тот же хаос Но по опыту, по опыту, конечно же, очень грустно И вот эти вот свитки на 32% больше выпадения, конечно, не компенсируют вот этот вот недостаток по опыту Но, с другой стороны, опыт в любом случае сам по себе копится И рано или поздно накопится, свитками доапнется Мой вывод такой, что я буду ходить во вторую сложность И мне очень интересно услышать ваши выводы относительно вот этой таблицы И, возможно, вы делали свои замеры Если делали, буду рада их услышать, увидеть Хотя бы просто ваши выводы, где вы фармите, сколько у вас БСа и как вам дробь Все, рассказала, показала, объяснила, жду вашего фидбэка Всем хорошего дня, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, делитесь видео с друзьями Напомню, что по вторникам запускаются стримы по БДМ Если есть что-то интересный контент, то я видос потом с обновлением выпускаю на канале Если нету, то просто мы на стриме с вами поболтали и разошлись Ну а также есть у нас умный дискорд, где можно билды на разные классы, например, либо гайды спросить Также можно в личных сообщениях мне написать, задать вопрос, если вдруг там вы новичок, запутались в каких-то механиках Либо там совет нужен какой-то, либо похвастаться чем-то хотите Также, если вы хотите активной игры, у вас есть хотя бы 20 тысяч БСа, то приходите к нам в сообщество Хаос Лично моя гильдия Ями Хами сейчас находится в слаковом режиме, но у нас есть два боевых состава В одном, конечно, там топчики-топчики, а во втором, если 20-25 тысяч БСа и будете активно играть и развиваться, то вам найдется место Всем удачи в игре, хорошего дня, берегите себя и до встречи в следующих видео Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok